Приветствую коллеги, это Тикмел Аналитика и Самия Артур Изятурин. Сегодня мы разбираем ситуацию по золоту, пробила у нас отметку в 1800 долларов за трескунцию. Собственно, мы разбираем причины произошедших и обсуждаем перспективы по данному активу. Во-первых, отмечу, что вчера важной новостью было голосование Сената по поводу продления действия ключевого, я бы сказал, стимулирующего маневра. Это программа защиты заработных плат. Эта программа заключается в том, что правительство предлагает фирмам, предприятиям США дешевый источник займов в обмен на сохранение рабочих мест. Предприятие, которое испытывает трудности с ликвидностью, не может найти деньги для оплаты труда, для выплаты зарплаты работникам. Она, собственно, может взять кредит беспроцентный, который затем при некоторых условиях даже можно не возвращать. И при этом единственное условие – это выплатить 70% этого кредита в виде зарплаты работника. Собственно, эту программу Сенат прогрессовал за продление этой программы. Теперь ожидается решение от Нижней Палаты по поводу продления этой программы. Собственно, изначально рассчитывалось, что она будет у нас длиться с апреля по июнь, по конец июня этот спасательный круг будет действовать. Однако вот сейчас решение законодателя подсказывает нам, что без кредитной поддержки США экономику подстерегает волна увольнений. Важно при этом помнить при интерпретации всех новостей, которые связаны с продлением стимулов этих фискальных инъекций или созданием этих новых стимулов. Так как правительство берет на себя эти расходы, то сигнал о том, что расходы будут увеличиваться, означает, что Минфин должен будет занимать больше. А, собственно, занимать нужно выгодно, безопасно для стоимости заимствования, то есть держать стоимость заимствования на низком уровне, чтобы, собственно, правительство могло подороже продать свой долг, если оно держит стоимость заимствования на низком уровне, но может дороже продать свой долг, то есть выручить за него больше денег. Так вот, собственно, ФРС работает в связке с правительством, и когда правительство объявляет о намерениях увеличить, ускорить снаращивание долга, то подключается ФРС в виде того, что оно начнет активно скупать гособлигации с рынка, который выпускает Минфин. Таким образом, наличие постоянного покупателя дает сигнал другим участникам рынка, что есть спрос на эти бумаги, поэтому можно оставаться спокойным по поводу того, есть ли у этих рыночных инвесторов вложение в гособлигации. И сигнал, конечно, тем, кто хочет купить эти облигации, то что если есть ФРС, значит можно не волноваться, можно покупать, так как цена будет оставаться стабильной или она будет расти. Так вот, собственно, эта новость говорит нам о том, что Минфин, скорее всего, ускорит наращивание долга, и ФРС, естественно, подключится, придется регулятору увеличивать темп скупки облигаций с рынка. И вот эта новость о том, что продлевается программа за счет зарплаты, она повышает шансы на то, что в скором времени ФРС начнет таргетировать кривую доходности. Об этом мы поговорим чуть позже. Еще один важный такой момент, касательно этой программы, то что она, естественно, вызывает много вопросов о качестве отчета по безработице, который мы увидели в мае, там были поразительные цифры. А рост, вопреки всем прогнозам сокращения рабочих мест, непонятно было, как это произошло. Так вот, с этой программой защиты зарплат появилось такое предположение, стало возможным делать такое предположение, что у предприятий был и остается высокий стимул откладывать увольнения, если таковые нужны, либо даже увеличивать найм. Потому что вот можно брать кредиты у правительства, чтобы выплачивать зарплату, чтобы не возвращались эти кредиты. Собственно, этот моральный риск высокий, который порождает эта программа, она позволяет предприятиям вот так вот использовать, иногда недобросовестно, да, вот эту программу за счет зарплат. И это, собственно, искажает цифры по безработице. И продление этой программы, естественно, подсказывает, да, что реальный тренд в безработице, он будет также замаскирован у нас и в июле. И поэтому вот теряется актуальность отчета по безработице, вот этих цифр по безработице, которые будут там привезены как раз таки из-за того, что вот такая неявная поддержка со стороны государства, она, к сожалению, вот будет нас путать еще некоторое время. На прошлой неделе мы обсуждали поход золота на уровень 1800 долларов за тройскую унцию, он был с успехом завершен этот поход во вторник. Видно, что золото у нас преодолел эту отметку, выросло на выше 1800 долларов за тройскую унцию. Это максимальное значение с, получается, 2012 года, да, сейчас посмотрим. С 2000 сентября 2012 года, получается, это максимальное значение, практически 8 лет, да. Что происходит сейчас с золотом? Значит, оно растет на ожиданиях дальнейшего снижения реальной процентной ставки в США. Во-первых, ставка реальная процентная, она снижается в США, и есть ожидание, что этот тренд продолжится. Я напомню, что реальная процентная ставка, это у нас номинальная ставка минус инфляция. По сути, это, ну, реальная процентная ставка, это процентная ставка, выраженная в товарах, да. Сколько я получу товаров в будущем, если я сейчас одолжу какое-то количество товаров, да. Вот. Собственно, на этой неделе вот эти ожидания того, что реальная процентная ставка будет снижаться, подогрели ожидания главы ФРС Джеремио Павлово, выступил еще раз с таким мрачным предупреждением, что чрезвычайная неопределенность царит в прогнозах по восстановлению экономики, несмотря на то, что за мае и за июнь у нас появились действительно позитивные данные по розничным продажам, по рынку труда, да, но почему-то Павлово совершенно не разделяет этот оптимизм и продолжает утверждать, что все плохо. Собственно, если переводить заявление в ФРС на язык конкретных действий, потому что, по сути, да, вот эти комментарии, они означают подготовку участников рынка к каким-то действенным со стороны ФРС. Так вот, основные ожидания сейчас по поводу политики ФРС, они концентрируются на том, что в скором времени ФРС начнет таргетировать кривую доходности, Эта процедура, она заключается в том, что ФРС начинает усиленно покупать облигации с рынка и вместо того, что она объявляет о каком-то конкретном количестве покупок облигаций в месяц, предположим, 20 миллиардов долларов в месяц или 30 миллиардов долларов в месяц, ФРС объявляет о том, что она будет покупать облигации по конкретной цене в безграничном объеме. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что участникам рынка просто не будет выгодно продавать облигацию ниже, чем можно продать ФРС. Таким образом, это намерение ФРС, объявление ФРС о таргетировании кривой доходности, по сути, устанавливает некоторую нижнюю границу, которую цена по облигации не может преодолеть, не может уйти ниже. Собственно, это та же самая программа количественного смягчения, только вместо объявлений о каком-то объеме месячном покупке облигаций, гособлигаций с рынка ФРС, объявляет цену, которую она будет покупать и заявляет о том, что она готова купить неограниченное количество облигаций по этой цене. Это, собственно, устанавливает нижнюю границу. Когда ФРС объявит об этом, естественно, это будет очень большой сигнал для рынков, для рисковых активов в плане того, что нужно будет дальше покупать, будет дальше происходить рост у нас в рисковых активах. И шансы на то, что ФРС скором объявят об этой мере, о том, что она будет таргетировать кривую доходности, будет агрессивно скупать облигации, естественно, позволяет ожидать, что у Золота отправится новая перспектива, уйти дальше вверх. Об этом также, возможно, будет известно даже сегодня, потому что сегодня у нас намечен выход протокола прошедшего свидания ФРС, которое должно пролить свет на планы регулятора по дальнейшему смягчению политики, в том числе таргетированию кривой доходности, вот с которым мы с вами обсудили сегодня. В связи с этим потенциал роста, на мой взгляд, остается далеко не исчерпанно, потому что планы ФРС по контролю рынка бандов по смягчению политики, они далеко идущие, эти планы еще не до конца реализованы. Естественно, основной побочный эффект этих планов, как я уже сказал, это снижение реальной ставки. Естественно, если реальная ставка у нас оказывается отрицательной, то получается выгодно держать деньги, держать свое богатство в золоте, увеличить часть доли своего богатства в золоте, потому что, по крайней мере, золото приносит нулевую доходность. Это лучше, чем негативная доходность, негативная реальная ставка по другим аксимам. Собственно, отсюда и берется спрос на золото. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.